О, хей, дорогие мои! Добро пожаловать в Scrap Mechanics! Сегодня я и Леон, мы продолжаем обозревать ваши постройки. Хей-хоу, ребятки! Да, и сегодня у нас что-то вроде Хаммера. Да, что-то очень длинное такое, деревянное, длинное, большое. Но прежде чем мы начнём, я хотел сказать, что если вы хотели бы, чтобы в наш обзор попала именно ваша постройка, обязательно смотрите в описании к этому видео, там будет ссылочка на группу ВКонтакте, куда можно будет сбросить ваши постройки, сам файл, скрин, описание, и в скором времени это всё выйдет на наших канальчиках. Это да! Вот. Поехали, да. Эту постройку, кстати, сделал у нас Ярослав Малина. Я полагаю, что Ярослав живётся ему очень хорошо, раз у него такая фамилия. Он просто как в Малиннике живёт. И эта постройка называется просто автобус. Вот такой вот у него автобус. Ну выглядит, правда, как просто автобус, даже как Хаммер, да, вот особенно вот эти вот очертания такие. Слушай, ну тут главная тень большая, широкая, прям такая. Если в пустыне заблудиться и очень жарко становится, вот под ним очень хорошо можно укрыться. Да и можно не просто укрыться, можно жить, я так полагаю, потому что огромное пространство здесь. Ага. Ну мы-то парни скромные, нам много пространства не надо, нам будет чуть-чуть закуток. Так, ладно, окей, а вход-то здесь есть? Вход, наверное, есть. Я видел, впереди есть одна кнопка на переключатель. Если мы нажмём, я не знаю, что случится. Ой! А, да, у нас откроется тогда капот. Капот, окей. Так, мы можем заглянуть. Сразу видно, что у Ярослава, у него как бы всё хорошо в жизни, у него как бы чувство свободы везде такое. Ай, я не могу запридывать вовсе нормально. Смотри, всё такое масштабное, широкое, огромное количество свободного места, смотри здесь. Да, вот этот автобус ещё много чего можно запихать. То есть, в принципе, смотри, если дети, допустим, хотят, да, где-то укрыться, они могут спокойно вот просто лечь здесь, допустим, отдыхать. Да, или огромное количество места вообще для этого. Вот. А можно даже и закрыть себя здесь. Ну, казалось. При желании. Опа! Застрял. Тут очень тесно. Стоит отметить. Ладно. Так, окей. Как нам зайти-то сюда? А вот это загадочка. Смотри, какая-то кнопка вот здесь есть, она как бы вот на... Ну, как бы её и видно, и вроде бы... Как бы её видно, да. Так, ну давай, пробуй, нажимай. Реально работает. Ну, обалдеть. Окей, ладно. Так, я такой сейчас спиной просто-то запрягиваю. Не получается, что тут у тебя. О, всё, получилось. Так, я думаю, что эту кнопочку лучше всё-таки поставить куда-то наружу. Ну, чтобы она была как-то доступна. Ой. А, видишь, типа, она предусмотрена как будто бы сделанная для водителя. То есть, изначально человек, водитель там сидит, он на эту кнопку нажимать, ему легко. А, ну слушай, это же автобус. То есть, по идее, вот ты такой едешь, да? Ага. Доезжаешь до остановки. Вот я тут такой на остановке сижу. И ты смотришь на мою рожу недовольную. И ты не хочешь меня пускать. Ты просто проезжаешь мимо, и всё. Ты такой, чё тебе, мой автобус не нравится? Ну, я сейчас... Опа! Закрыл дверь. Я такой, а, дятенька, дятенька, пустите, вы же на рынок едете, а? На рынок, да. Ну, на рынок нам по пути, заходи. Точно, это же автобус, это же общественный транспорт, я не могу, прикинь, запрыгнуть. А, попробуй контрол нажать. А, всё понятно, да. А, всё, я зашёл. Так, стоп, я сажусь на место. Да, точно выбрал это место? Ну, я вот так, я люблю впереди, смысле сидеть, смотри. Недовольный такой, я такой недовольный. А чё тут, это, в автобусе так грязное, вообще? А ты за проезд вообще, я передал людях? А на выходе, на выходе оплачут, понял. Знаю я ваша, на выходе, сначала не заплатят. У нас, он ещё, походу, одна дверь есть, вон, видел? Ща, ща полетим, ой, 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 помогите, помогите, как? Как эту штуку установить? вот будешь ругаться на водителя автобуса будет тебе вот такие приключения такие рожи вообще недовольны тут есть короче еще четыре кнопки у водителя посмотрим что они делают так это дверь открывает понятно так это у нас по чтобы нифига не видели так и последняя кнопка даже знаешь вот догадываюсь что это нам отключить окей понятно радио это очень важно ну и удобно че едем нормально ну в общем то едем почетно да но я даже по салону могу ходить вроде как да но я вижу как ты ходишь конечно руки расставил веселых застрял вообще конкретно вот и сидим пока что в движении здесь как-то не получается ходить да то есть у меня сносит я не знаю почему теория относительности здесь перестают работать наверно так следующая остановка дорога ярости дорога ярости такие просто матерые чуваки едут на автобусе так интересно то что вообще перевернуть реально дай попробуем но в том числе шансов никаких дать что то как то но он пока и на широкое поэтому довольно таки широкое на широкое а если усложнить ситуацию оба если перед дверь открытая дверь и музычку включилась а ядем мы собираем нашим ковшом слушает удач похож на ковш такой а я не знаю на фото сроком а нам нам в педагоге он не может не очень реально как будто зубы да вообще мотайте на усы ребята можно что не такое придумать в путь поедать да 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 но и сайм мы летим как бы это так сужим и приехали выходим мне кажется что мы врезались человека невидимку да человек и там как Человек-невидимка, ты в порядке, нет? Мой вон лежит уже под нашим... Ну, да, тут предел карты. Ну, в общем-то, понятно, то есть вот такой автобус. Здесь сделаны поручни специально, чтобы можно было держаться. Здесь сделаны, что еще? Капот у нас открывается. И, в общем-то, достаточно места для того, чтобы перевозить на работу рано утром в понедельник большое количество людей. Маршрутный автобус. Маршрутный, да, автобус. И поэтому выключатели дверей тоже, они как бы не сделаны снаружи, чтобы никакой недобросовестный пассажир вдруг сам не запрыгнул. Честно сказать, я вот подумал, что это вообще автобус, который тюремный. Может быть и тюремный, кто его знает. Что ж, мы благодарим Ярослава за то, что он постарался и сделал этот автобус. И мы переходим к следующей постройке. О, да. Маугли! У-у-у, я здесь! О, эй! Да, тут огурцы! Мне страшно, мне. Алюминиевые огурцы, ага. Ага. Знаешь, это хорошая идея, вот так вот, знаешь, кукурузные эти тростники такие и огурцы. И огурцы, да-да-да. А там его начинаешь так вот, раз надрезаешь, очищаешь, а там банан. Там банан вообще. Смотри, а здесь кукуруза уже поспевшая. Смотри, какие огромные початки здесь. Да, я вот сейчас подбегу, посмотрю. Прасываемся, жрем. То есть, реально понимаешь, что здесь вот оно не так сделано, как у нормальных людей. А я в кукурузу, знаешь. Они еще размером вообще с человека. А я в кукурузу спрятался, смотрю. Все, я в кукурузе, да. Сынок, тебя где нашли? Ай, в кукурузе. Да, что-то мы, короче, не то обозреваем, мне кажется. То обозреваем, да. Мы бежим дальше. У нас наша постройка просто громадный комплекс. Я чуть не сказал комплекс упражнений. Это космодром, который построил Дима Тихонов. Ага. И мы сейчас туда бежим. Так, я вот даже не вижу, вот, куда мы бежим. Вот он. А, во! Следуй за мной. Мы доберемся до туда обязательно. Да. Оно работает. Офигеть. Оно уже работает. Очень страшная штука какая-то. Уже вселяет в нас какой-то ужас. Да, да. Оно живое, ребята. Оно движется. Почему-то, как только мы подошли, оно перестало, да? Что случилось? Да, я не знаю, что-то оно остановилось. Мне кажется, здесь какой-то тайминг есть своеобразный. Короче говоря, смотрите. Вот эта постройка, которую создал Дима Тихонов, называется Мой космодром. И к своей постройке он приложил очень детальное описание. Я не смог его запомнить, потому что, ну, это просто шедевр, можно сказать. Болождая-то зашевелилась, да-да. Такое ощущение, что она реагирует на какие-то датчики. То есть мы как будто где-то рядом пробегаем, и оно вроде как... Живет. Да. Так, вот здесь есть даже домик, я так понимаю, это операторская рубка сверху. Давай, слушай, давай, я буду читать вот это описание, и будем с тобой разбираться, где что вот конкретно из него есть. Давай. Ты готов, да? Книжечка, да, давай. Короче говоря, Дима пишет, все в принципе просто. Окей. Ты понял, да? Да. Все в принципе просто. То есть это космодром, на котором, слушай, собирается ракета. Это как вот не он написал, а это насколько вот я понял из описания. Смотри. Большую ступень надо поставить на плоскую площадку. В скобочках, не напротив лифта. Так. Мааааааааа. Слушай, что там большая, большая ступень. Смотри, я вижу, что я уже могу быть в качестве... Ты уже залез куда-то. Я испытываю еще, смотри. Погоди, погоди, только не улетай, пожалуйста. Я никуда не улечу. Я тебя тут не найду. Да, да. Она, по-моему, упала. Вот я прям на нее смотрю и такое чувство, что она даже отцепилась, что ли. Вот я прям думаю, что она должна была быть частью вот этой вот. Вот смотри, он говорит, большую ступень... Вот мне кажется, что большая ступень это вот эта штука. Вот, большая. Так, окей, да, я догадался. Ее нужно поставить на плоскую площадку, которая находится не напротив лифта. Вот смотри, вот этот лифт, это лифт. Ага. Это лифт. Значит, не напротив лифта. Плоская площадка вот эта вот. Правильно? Или вот эта. Одно из двух. Выбирай. В общем, мне кажется, что вот эту штуку... Так, давай попробуем. Ее надо поставить вот сюда, наверное. Ну-ка. Так, вот. Так, ну давай вот по описанию просто пойдем сейчас. Смотри, вот сначала мы большую ставим, да, напротив вот этой... Не напротив лифта, плоская площадка. Так, вот я ее беру с помощью домкрата, несу сюда и вот ставлю. Здесь смотри, специально даже крестик есть такой, как бы куда домкрат ставить. Да, да, вот, я тоже на это внимание. Так, вот смотри, вот поставили, все. Отлично. Едем дальше, смотри. Маленькую, в скобочках, с кокпитом. Ты знаешь, что такое кокпит? Эм, ну догадываюсь, но... Вообще, кокпо-английски это петух. Нет, мне кажется, это точно не то. Еще другое слово есть неприличное, я не буду его произносить вслух. Мне кажется, это значит, что вот на корабле есть кок, который готовит еду и вот... Его зовут Пит. Его зовут Пит, да. Смотри, ее нужно, вот эту маленькую, ее нужно поставить на выступающую часть. И я так понял, что вот ты все правильно сделал. Угу. Да. Вот. И едем дальше, смотри. В комнате наверху необходимо нажать красную кнопку до звукового сигнала. Так, понял. Ты понял? Угу. И что, в комнате наверху? Есть одно маленькое но. Да. А, скорее всего, я неправильно поставил ее изначально, потому что, мне кажется, ее надо под специальным углом. А, если повернуть, да? Ее надо повернуть, да. Так, как это сделать? А, да, это же там, гад, секундочку. Смотри, вот эти красные, мне кажется, что они как-то соотносятся вот с этими замками здесь, на большой ступени. Так, вот я вроде... Сейчас посмотрим. То есть нужно как-то ее развернуть так, чтобы вот эти ручки у маленькой ступени, они были... Нет. Не так, не так. Не так, ага. Угу, так, сейчас. Главное, когда убираешь домкрат, не зацепи какие-то... А можно как-то поворачивать это дело? А, по-моему, Ку, если я не... Точно, точно, точно. Так, сейчас. Попробуй. Ага. Вот эти сюда, оп, Ку, так. А нужно же по бокам с правой, с правой и левой стороны вот так вот, да? Эээ, да. Да! Совершенно верно. Все, супер. Так, погоди, опять же, с другой стороны, может, я ее поставил... А, ну все, 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 я точно не понял, что правильно, да. Ну мы попробуем, а там как получится. Посмотрим. Слушай, у этой штуки была дверца, где было кресло, а я вот сейчас не вижу этой дверцы. Это нормально? Эээ, ну, наверное. Сейчас, смотри, мы разберемся. Ага, давай. Он говорит. Нужно пойти в комнату наверху и нажать там красную кнопку до звукового сигнала. Альрайт. Так, мы идем в комнату наверху. Идем в комнату наверху. Так, тут вот есть вот это вот, это что такое? И вот еще вот маленькая кнопка, здесь две кнопки вот в маленькой комнате, серая и красная. Нам нужно нажать красную до звукового сигнала. Так, давай я нажму. Давай, я буду смотреть, что происходит. Окей. Нажимать ее, держать, да, получается? Ну, наверное. Так, держу. Тут звукового сигнала. Ой. Вот все. Слышишь, да? Ой, господи. Смотри. Офигеть, он знаешь, он реально, это же этот. Типа, внимание. Внимание, да, осторожно. Офигеть, это ведь что делается? Ее хватает. Он ее хватает. ФПС просаживается, но это уже... ФПС просаживается до семи кадров. Погоди, куда он... А, он ее везет. Вообще, клядь. Он ее ставит как бы на место, куда она будет вообще собираться, да, видимо? Да, да, да. Сейчас, погоди, он думает, думает, думает 7 фпс. Лучше вообще не шевелиться в этот момент. Я понимаю, да. Так, 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 так. Хорошо, хорошо. Я лучше как-нибудь подальше отойду, чтобы мне все видно было. Слушай, по-моему, я был неправ. Надо было поставить ее именно так, как мы... Смотри, это вторая, вторая стадия, да? То есть он ее... А, вот эти желтые, они должны входить вот в эти пазы. Блин, мы не... А, лео... А! Долайся! Долайся, пожалуйста! Нет, нет. Погоди, смотри, ее вообще... Ее вообще гунгосят. Ай! а я там думал а получилось стой-стой так ну по идее вот он сейчас как бы типа закончить наверно да ага плену ночи сломался нет смотри он дергается в камеру помочь ему надо помочь я забыл домкрат убрать прикинь да даже если так поэтому он не мог ее поднять что происходит ошибка наса из нас никакая ну смотри мне кажется что сейчас она закончит свою программу и мы потом сможем запустить ее заново но да наверное так и есть давай заберем еще раз а ты сможешь забрать оттуда ну да вот так вот все мы забрали а он вернулся в исходное положение мы да я во-первых забыл убрать домкрат но даже ошибка была не в этом ошибка у нас была в том что мы опять же неправильно поставили так а чё он делает а нам надо нам нужно развернуть нам теперь нужно до разному чтобы он по бокам было так а вот по того да типа того все окей и пробуем еще вот это жесть это прикольно это жесть так нам 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 так нажимаю давай так а смешаемые а ты можешь быстренько переставить его ту штуку у которой первую поднимали могу помогу грубой быстренько это наделать так несу 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 давай все до звукового сигнала все все домкрат я не убрал домкрат домкрат сейчас все окей все убрал все а вот теперь так смотрим да вот он берет откуда там звуки таким так вот он ее поднимает фпс падает с падает и падает поднялся хорошо ее и суши тут столько всякой круто вообще очень круто если если тот камаз был крутым в плане деталей и продуманности дизайна и все мобильности дата здесь круто вот насчет технологии прикинь вот это это же все просчитать это же капец это вообще памятник надо ставить да чувак за такую постройку сам и чё происходит вторая ступень берет старая берется да так а вот дверь открылась слушай так я сел я сел я воспользовался ситуации так он его значит сейчас поставит поставит и а что произойдет а я понял смотри сейчас вот эти маленькие ручки они сейчас опустятся вниз здесь сенсоры эти сенсоры перекроются и большие руки у большой ступени они замкнут они прицепятся к маленькой ступени обалдеть меня 4 фпс прикинь аналогично просто сейчас мы наблюдаем слайд-шоу вот все отпустило так ты-то там сидишь яси залез туда сейчас садится сейчас маленькие ручки опустятся мне кажется так и сработает и она замкнется вообще очень круто о господи это так классно нет или надо будет нажать что-то отдельно возможно но тут в моем кресле четыре кнопки пока не нажимай пожалуйста пока и пока не нажимаю все будем по хронологии делать да вот слышал гудок я слышал это был не это система все типа закончилась так смотрю инструкции дальше и ага черная кнопка необходима для сброса строительства ракеты а это которая в будке на диспетчерском друг ошибся значит можно сбросить господи серьезно это даже так можно было сделать ладно так дальше нажимать сброс можно только если строительство не на паузе ладно это мы уже закончили в общем-то строительство также сброс нельзя нажимать при готовой раб при готовой к работе схеме то есть вот мы уже собрали уже не надо нажимать черный все понятно думаю окей смотрю он говорит еще надо сказать что при перезаходе на карту начинается творится неведом неведомая бабу я с роботом и его стоит оставить пока он не успокоится вот как мы так с тобой прибежали до видел да что-то происходило да 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 было дела а его успокоение уходит не более двух минут ну нормально нормально мы как раз там попу кукурузному полю гоняли дальше слушай когда ракета готова необходимо подняться к ракете на лифте вылазь а даже окей все я выложу сможешь вылезть от и вылез отлично за счет пилотом давай так она повернулась на не в ту сторону лифта с другой стороны в натуре вот как она чё с горем пополам мы все-таки перезапустили полностью весь процесс строительства и теперь наша ракета в общем-то ну стоит так как она должна стоять да и дверь открыта в нужную сторону короче просто теперь нужно погрузить астронавта прямо туда внутрь давай астронавт ли он я думаешь сегодня весь мир скреп механик смотрит на вас это будет маленький скачок для вас маленького гнома и большой скачок для всей общины механиков м а вот я даже как варвар такой рао и куда деваться я когда же белка и стрелка первый раз космос и таких астронавт литров это очень часто так как и радостный какой то астронавт петли да как это как партышка в космос на и сборах банк дамо соответствующих туда ты полетишь в космос, я же сказал кстати, вот эта платформа внизу, она тоже такая надвигалась с моей стороны этого видно не было и дверь такая открыта, прям вот садись не хочу давай, я залез наверх и смотрю на тебя пока просто сядь, мы должны следовать инструкции беспрекословно все, отлично, я сижу, уселся, тепло так, для подъема наверх необходимо нажать на куда сесть в ракету, пока дверь нужно забежать, сесть в ракету пока дверью не прищемило, понял? ну, я ронил да, короче, смотри он говорит хотя на ракете нет никаких систем управления но на ней можно долететь до верха карты, то есть, подожди, вот сейчас когда ты отправишься в полет это будет первый и последний раз мы с тобой больше не увидимся понимаешь? весь как бы вот трагизм ситуации поэтому я сейчас спущу лифт назад, потому что нам нужно убрать давай это тоже в инструкции написано мостик нужно убрать мостик убирается смотри, слушай внимательно у тебя четыре кнопки или передвижения этих переключателей там должно быть правильно? угу первый открывает, закрывает дверь так закрывает дверь закрыл все, ты закрыл дверь второе 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 переключатель он соединяет первую и вторую ступень не сказал бы переключатель переключатель ты чуть не взлетел сейчас да, да, есть такое так первое, второе третье подсоединяет первую и вторую ступени нажимай нажимай, держи так нажимай, держи это было незаплодировано да, это было не по плану нифига, как я лечу там ой лечу обратно так что то какие то неполадки центр центр хьюстон хьюстон я не знаю ой я нажал все нормально лечу что там кто происходит а все все замечательно летим я вернулся и мы летим дальше все развалилось а нет смотри еще лечу еще летишь да я вижу нет 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 он падает все я упал спахиваю дальше землю первой ступенью это у нас это ракета комбайн не просто летает она еще и вспахивает землю но это я тебе скажу было весело ребята если вы смотрите сейчас это видео у меня на канале то вы обязательно должны перейти к клеве на канал и посмотреть как это было в реальности как он преодолевал толстые плотные слои атмосферы да а вы свою очередь можете посмотреть и ума угли как он это видел со стороны как я там плакал стоял утирал платочком и сморкался в него да я по моему вообще на другую планету терра прилетел здесь пустыня забор ну все мы с тобой больше не увидимся я думаю что пора прощаться что тут поделаешь так что ребятки на этом все если вам понравилось ставьте лайки и что самое главное не забывайте заглядывать в описание там есть ссылочка на группу где вы можете оставить свои работы по скраб механику и мы их в дальнейшем будем обозревать так же как и вот обозревали сейчас вот эту станцию и многие другие вот так что дерзайте и мне хотелось бы отдельно поблагодарить димона тихонова который предоставил вот этот очень крутой очень проработанный космодром с ракетой в которой лёва улетел с концами так что всем тортик ребятки пакета не заблудитесь исчезает и Продолжение следует...